Это время новостей. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Большое количество сект и сектантов. И это вызывает большие вопросы и большие опасения, в том числе и вопросов безопасности. Вопросы культуры и ЖКХ профильные комитеты отчитались о своей деятельности перед президиумом госсовета. Это нас радует и все мусульмане радуются. Можно сказать, весь Крым радуется, потому что мы единая семья. Открытая квота для полуострова мусульмане Крыма готовится совершить хадж. Мне, в принципе, интересно послушать многих, потому что я до сих пор нахожусь, балансирую между выбором, но больше, наверное, все-таки склоняюсь к печатным изданиям, к интернет-журналистике. Ну, это ближе. О журналистике из первых уст в Крыму прошел молодежный форум «Медиа Крым». Сергей Аксенов провел первое заседание экспертного совета по вопросам свободной экономической зоны на территории Крыма. Перед обсуждением утвердили состав совета и избрали его председателем главу республики. В ходе заседания он отметил необходимость поддержки предпринимателей, в проекты которых включена социальная нагрузка. На сегодняшний день заключено 490 договоров в части того, что предприниматели захотели стать участниками свободной экономической зоны. Общая сумма заключенных к соглашению договоров подразумевает вложение инвестиций около 75 миллиардов рублей и создание около 27 тысяч рабочих мест. Конечно, ситуация для нас знаковая. Мы этим инструментом должны с вами правильно пользоваться. Члены экспертной комиссии поддержали проекты по производству консервированной плодо-овочной продукции на полуострове, переработке розлива вина коньяка. Кроме того, было одобрено развитие и закладка виноградников, садов и плодовых насаждений, выращивание плодо-овочной сельхозпродукции и фруктов, а также проект по строительству комплекса апартаментов для проживания отдыхающих. О результатах работы за 2015 год перед президиумом Госсовета Республики отчитались два профильных комитета. По культуре и вопросам охраны культурного наследия, по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Отчеты утвердят 22 июня на очередной сессии Крымского парламента, после которой депутаты уйдут на каникулы. Впрочем, скучать летом им не придется. Большинство парламентариев займутся работой по подготовке к предстоящим в сентябре выборам в Госдуму России. В минувшем году профильный комитет Госсовета по культуре довел до логического завершения довольно серьезный закон о библиотечном деле, урегулировавший работу в этой сфере. В процессе еще несколько законопроектов, в том числе закон о свободе совести и религиозных объединениях. На наш взгляд, необходимо регулировать эту сферу с учетом того, что в Республике Крым много конфессиональная республика. И помимо того, в Республике Крым, к сожалению, сохранилось очень тяжелое наследие с прошлых времен. Крым – это большое количество сект и сектантов. И это вызывает большие вопросы и большие опасения, в том числе и в вопросах безопасности. Вынесут на рассмотрение сессии и отчет парламентского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Этой отрасли, традиционно являющейся одной из болевых точек общества, уделяется особое внимание. Как уже говорил глава республики, она будет у нас, не хочу применять вредное западное слово, мы же уже не говорим, а говорим только по-русски. Только говорим, да. Поэтому будет, ну, локомотив, русское слово, говорим локомотивом всей нашей экономики на ближайший период. Вопросы и проблемы локомотива экономики станут темой доклада в рамках правительственного часа на предстоящей сессии. Такое решение было принято членами президиума без возражений. Подвела итоги своей работы за минувший год и счетная палата республики. Владимир Андреевич, в анализе бюджетной финансовой отчетности 2015 года можно поставить точку. Позвольте вручить вам результат труда коллектива счетной палаты 49 заключений о внешней проверке годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2015 год. Всем остальным председатель счетной палаты пообещал отправить отчет ведомства в электронном виде в целях экономии бюджетных средств. Алексей Щербак, Олег Черемисин. Время новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Основные вопросы на связь с правительством республики выходят регионы. Профильный вице-премьер Николай Янаки предупреждает сразу – в каждом городе и поселке должен быть назначен ответственный за переписную кампанию. Спрашивать будем жестко, так как выделены федеральные средства на это мероприятие и поставлены четкие сроки. Основные вопросы в преддверии переписи, аренда помещений, организация транспорта, связи и работа с документами. Как раз в этой части некоторые регионы Крыма пока отстают. Замечания касаются выяснения адресов хозяйств и ведения похозяйственного учёта. Это то, без чего работать в аграрной отрасли невозможно. Итоги переписи будут отражены в том числе состояние этого учёта. Потому что эта информация, правильно, Наталья Николаевна, у нас будет контролироваться. У вас остался реально один месяц, чтобы вот эту вашу естественность подтянуть и довести до нормального российского уровня. Ещё один важный момент – обучение переписного персонала. В Крымстате заверили – процесс идёт. 116 инструкторов и 698 переписчиков с 1 июля пойдут, как мы говорим, в поле опрашивать население. Поэтому, конечно же, мы беспокоимся о том, как примет население. Мы стараемся подбирать работников, которые коммуникабельны, скажем, да, которые смогут объяснить цели, задачи переписи. Напомним, всероссийская сельхозперепись стартует 1 июля и будет идти полтора месяца. Это масштабное мероприятие, которое в Крыму пройдёт впервые. Получить сведения о фермерских хозяйствах и сельхозпредприятиях нужно для того, чтобы составить прогноз развития отрасли, определить новые подходы и меры поддержки аграрного комплекса республики. В каждом районе создана комиссия по проведению переписи, создана она и в республике, я возглавляю при правительстве республики эту комиссию. Конечно же, люди не понимают в многих регионах, что им делать и как им делать, но мы ведём разъяснительную работу, мы провели обучение. Я думаю, что мы справимся с этой задачей и проведём её на должном уровне. В следующий раз на связь с городами и районами Крыма выйдут 8 июня. У руководителей на местах есть меньше недели на то, чтобы как следует подготовиться к совещанию и уладить все имеющиеся технические недочёты. Елена Бережная, Александр Тегнередно, Время новостей. Ровно неделю дали собственникам свинофермы в селе Чистенькое для окончательного урегулирования проблем на предприятии. Вице-премьер Дмитрий Полонский рассказал одной из жительниц страдающего от зловония села об итогах совещания с участием вице-премьера Николая Янаки, министров сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, председателя Госкомитета по ветеринарии, представителей контролирующих органов и непосредственного владельца предприятия Игоря Полищука. Напомним, против работы свинофермы уже два года ведут войну жители Чистенького и окрестных сёл. Атмосфера в этом районе, по их словам, отравлена отходами производства. Страдают и поляна, которые предприятие под видом удобрений сливало нечистоты. В марте Игорь Полищук заверил, что ферма будет закрыта. Действительно, проблема очень стоит жёсткая. Мы понимаем сложившуюся ситуацию, с пониманием относимся к жителям села Чистенька. И нами принято решение о закрытии предприятия, в частности данной этой площадки, до конца 2016 года. На встрече бизнесмену решили напомнить его обещание. Полищук в ответ продемонстрировал приказ по предприятию о подготовке к закрытию площадки. Правда, с некоторыми уточнениями. Полищук, да, действительно, мы давали такое обещание до конца года, эту ферму закрыть. Ну вот сейчас мы, дескать, вот уже стали изучать всю историю, все обстоятельства. И мы, возможно, найдем вариант, значит, как эту всю ситуацию победить. Жители Чистенького давно предлагали владельцу фермы свой вариант – испытать все прелести жизни в селе на собственном опыте. Приедьте ко мне, останьтесь, вам будет чистая постель, вам будет чай и открытые окна. И вот вы тогда на себе почувствуете, что это такое, когда на улице днем жара, ночью вонь, квартиру проветрить нельзя. А ведь конфликта можно было избежать. Но владельцы предприятия предпочли сэкономить на внедрении современных технологий. Потому что действительно эти технологии есть. Знаете, как если бы их не было, ну мы могли тогда сказать, их нет, они все есть. Надо просто предпринимателю потратить деньги, сделать как положено современное производство, и со спокойной совестью, и честно смотреть в глаза в людям, которые поблагодарят за то, что он действительно развивает бизнес, создает рабочие места, платит налоги, является социально ответственным. Пока получается то, что получается. Вывоз нечистот на поля, вонят свинофермы, достигающие Симферополя и Бахчисарайского района, в зависимости от направления ветра. К большому сожалению, по всем параметрам, деятельность ведется на сегодняшний момент незаконно. Начиная от размещения предприятия, заканчивая тем, что те отходы, которые они называют удобрениями, якобы ими удобряют землю, они не являются удобрениями, они по всем параметрам как раз-таки отходы. Они загрязняют почву, эти отходы загрязняют, проникая сквозь почву, грунтовые все воды. Потом, может, все живем в долине реки Альма, да, то есть все это потом сходит по балкам туда, попадает в реку, река наполняет водохранилище. Ну, в общем, все это между собой, все это задокументировано. Документирует происходящее и Надежда Ходорева. Наугад, открыв свой дневник, попадает на 1 июня прошлого года. Шли с дожди, запаха не было, справедливости ради. Всю ночь с 31 на 1 открытое окно, а в 5.50 вонь пошла. Кому день защиты детей, а нам день отравы детей. Так говорят родители, так как дети очень страдают. Третье число, вонище, час ночи. Когда началась, не знаю. Этот дневник Дмитрий Полонский пообещал опубликовать в крымских СМИ. А собственнику свинофермы на совещании дали недельный срок на то, чтобы устранить все проблемы, которые его предприятие создает местному населению. В противном случае ни о каком продолжении работы речи уже не будет. Алексей Щербак, Александр Смычек, Время новостей. Больше 150 мусульман Крыма уже заявили о предстоящем участии в хадже. Совет муфтиев России предполагает, что в этом году паломников из республики будет больше, чем в предыдущем. Впервые полуостров получил открытую квоту. Главное, чтобы все прошло безопасно, без проявления экстремизма. Предстоящие хаджи и причины терроризма в мире обсудили в Симферополе духовные лидеры мусульман России. Каждый совершеннолетний мусульманин хотя бы один раз в жизни должен совершить хадж, то есть паломничество в священные города Мекку и Медину. За последние два года количество крымчан, желающих это сделать, увеличилось в четыре раза. То, как был организован хадж в прошлом году, когда крымчане, больше 320 человек, проехали действительно и влились в эту семью, в мусульман Российской Федерации, были за границей. Они приехали сюда со светящимися глазами. Вот это, наверное, самое дорогое. Люди воплотили свою мечту в жизнь. В этом году Крым впервые получил открытую квоту на совершение хаджа. В общем, для россиян она составляет 20,5 тысяч человек. Глава республики заверил, что власти региона готовы оказать финансовую помощь крымским паломникам. Делается всё необходимое, чтобы в этот раз в хадж отправилось больше людей, чем в 2015-м. Об участии в паломничестве уже заявило больше 150 крымчан. Это нас радует, и все мусульмане радуются. Можно сказать, весь Крым радуется, потому что мы единая семья. За развитие согласия между народами Совет Муфтиев России наградил Сергея Аксёнова медалью за духовное единение. Но в мире не всё так спокойно, как в Крыму. Жертвами экстремизма ежегодно становятся тысячи людей. Духовный лидер мусульман России назвали одной из главных причин этого. Общество не может найти ключ к разгадке психологии террориста. СМИ представляют террористов то, как патологических садистов, то, как радикальных революционеров, то, как охотников за лёгкой наживой или минутной славой. Но ни один из этих подходов не даёт исчерпывающее объяснение, что же происходит в душе индивида. По мнению председателя Совета Муфтиев России, заняться решением этого вопроса должны философы, социологи и психологи. Власти Крыма планируют разработать специальную программу. Татьяна Ханкота, Андрей Трещук, Время новостей. Совет министров республики заключил соглашение о взаимопонимании с субъектами оптовой и розничной торговли. Главная задача – стабилизировать ситуацию на продовольственном рынке. Крымские власти будут не просто держать на контроле цены на социально значимые продукты, но и препятствовать их необоснованному росту. Мы же всё-таки находимся с вами в рынке, вынуждены учитывать его влияние. Однако данный меморандум ограничивает возможности наценки на социально значимые группы товаров. И, конечно, он позволяет нам контролировать существующую наценку в торговых сетях и не позволить увеличить её в дальнейшем. С требованием документа согласилось 12 руководителей крымских предприятий. Меморандум вступит в силу в ближайшее время и будет считаться действительным до 2017 года. Как сделать телевизионный продукт интересным и что способствует его продвижению? Представители крупных кабельных и спутниковых операторов собрались на ежегодном всероссийском форуме СМИ в Алуште. Здесь обсуждают основные вопросы медиа-индустрии. Площадка позволяет не только получить необходимую информацию, но и найти бизнес-партнёров. Форум уже третий по счёту. И в этом году основной темой стали особенности работы кабельных и спутниковых операторов в условиях глобализации медиапространства. Количество телеканалов растёт. А вот о том, как проследить за их качеством, рассказывают здесь лучшие из лучших. Вопросы связаны с дальнейшим внедрением сраутелей, неотеки-платформ, совершенствованием законодательства, решением проблем пиратства. Поэтому в центре внимания участников форума эти насущные проблемы, я думаю, что дискуссия позволяет надеяться на их решение в ближайшее время. Ещё в прошлом году крымские СМИ прошли перерегистрацию по российским законам. С того момента крупнейшие федеральные средства массовой информации открыли свои представительства на полуострове. А наиболее мощным местным холдингом стала телерадиокомпания «Крым», включающая в себя два телеканала. Один из них уже успели оценить далеко за пределами республики. «Развитие Крыма-24 привлекает в себе внимание в разных уголках страны, в том числе и в Москве, потому что вы являетесь примером очень быстрого и энергичного прогресса, который может достичь телевидения в условиях, когда людям дали возможность заниматься активной, хорошей творческой работой». По словам специалистов, главным секретом успеха в медиасфере является выпуск качественного продукта. Благодаря интересной подаче новости из нашего региона, известной далеко за пределами Крыма. «На фоне частых жалоб ряда каналов на то, что кабельщики с них просят деньги за то, чтобы поставить их в кабельные сети, и что оценки слишком высоки, требования кабельщиков очень тяжелые, Крымский канал всегда говорит, что у него нет никаких проблем с кабельщиками, потому что кабельщики стоят в очередь за тем, чтобы Крымский канал присутствовал в кабельных сетях». Помимо основной программы предусмотрен семинар для юристов. На нем обсудят проблемы существующего законодательства. Дарья Коширина, Денис Тищенко, Время новостей, Алушта. В крымской столице прошел молодежный форум «Медиа Крым». Студенты смогли пообщаться с опытными журналистами. Газетчики, радищики, телевизионщики и редакторы интернет-изданий давали советы и отвечали на вопросы будущих акул пера и микрофона. Какие проблемы сейчас существуют в сфере СМИ и какой он современный журналист, знает Анастасия Соленик. Рынок крымских СМИ сейчас активно развивается, открываются новые издания, старые обновляются. Анастасия Селезнева, студентка второго курса, постоянно наблюдает за этим процессом. Говорит, возможность пообщаться с опытными журналистами выпадает не каждый день. Такой шанс решила не упускать. Интересно послушать многих, потому что я до сих пор балансирую между выбором. Но больше, наверное, все-таки склоняюсь к печатным изданиям, к интернет-журналистике. Ну, это ближе. Познакомиться, конечно же, с новыми людьми, потому что это хорошая площадка для знакомства. Каждая СМИ имеет свою специфику. Например, если раньше с помощью газет узнавали новости, то теперь это первенство принадлежит интернет-изданиям. В печатных изданиях стало больше аналитики. Газета при этом должна расширить новость. То есть рассказать то, что не рассказала вчера, в интернете не рассказали, то, что не рассказали по телевидению. Вот это вот сейчас, в общем, самое интересное. Студенты задавали спикерам много вопросов. Некоторые касались профильного образования. Ведь спектр тем, с которыми работает журналист, широкий. Сегодня он может делать материал о застройках, а уже завтра поехать на экономический форум. Важно иметь желание, стремление, потому что я вам хочу сказать, что, как показывает опыт, практика и статистика, самое главное, самые успешные и самые удачные журналисты – это не всегда те, кто имеет журналистское образование. Среди них есть химики, геологи, физики, юристы, политологи. Это те люди, которые будут активно влиять и формировать общественную жизнь не только в Крыму, но и в Российской Федерации. Молодые специалисты должны понимать, что медиасфера предъявляет к работникам ряд требований. Основной признак – конвергентность. Журналист обязан быть универсалом. У нас есть профессиональный фотограф, который снимает в том числе для лучших мировых агентств и для нас. Но человек, оказавшийся сейчас с мобильным телефоном, должен уметь сфотографировать, чтобы у него не был завален горизонт, должен уметь снять видео, порезать его, порезать звук и так далее. Форум – отличная возможность познакомиться с потенциальными работодателями, их требованиями и спецификой работы того или иного СМИ. Кто-то думает, что телевидение – это всего лишь красивая картинка, а радио – это так просто – сел и рассказал в микрофон. На самом деле это колоссальный труд, это постоянное самообразование. Самое главное – это уложить у себя в голове еще на первом курсе, а возможно и раньше, когда выбираешь профессию, что в журналистике нужно не просто работать, нужно реально пахать. Также важно рассказывать о своих идеях и проектах. Работодатель может подсказать, как реализовать их. Для тех, кто пока не готов попробовать свои силы в реальном мире, есть возможность потренироваться на базе студенческих СМИ. Анастасия Соленик, Александр Смычек, Александр Тегнеридно. Время новостей. На полуострове отпраздновали 68-ю годовщину независимости Израиля. С национальным торжеством крымских евреев поздравили как представителей власти, так и общины других народов, проживающих в республике. Кроме этого, в Симферополе прошел концерт, посвященный долгому пути еврейского народа к провозглашению своего государства. Путь к провозглашению независимости Израиля растянулся на два тысячелетия. Собственное государство евреями было выстрадано в буквальном смысле кровью и потом. И даже когда 68 лет назад все-таки удалось провозгласить независимость, притеснения израилетян не прекратились. Войны продолжались, а многочисленные санкции со стороны европейских друзей не сломили, а наоборот, научили надеяться только на свои силы. В итоге Израиль в наших дней одно из самых успешных и сильных государств Ближнего Востока. В этом году еврейской стране исполнилось уже 68 лет. Празднует этот день и в Крыму. Поздравить представителей этого народа в республики пришли как представители власти, так и самой общины. Чтобы они были счастливы, и чтобы мы продолжали, как и раньше, мы продолжали жить в мире, и чтобы мы дружили, что самое важное. В Крыму, как и, к примеру, в Иерусалиме, в городе трех религий, дружба между народами, как говорится, налицо. Поэтому в День независимости Израиля крымских евреев поздравляли представителей всех национальных общин полуострова. Евреи были разбросаны по всему миру, не было своей митрополии. И то, что сегодня из государства Израиль, это говорит о том, что народ приобрел заново свое место, мековое, которое для них очень важно. Евреи долго боролись за независимость и переживали несколько волн санкций. Поэтому этот народ сейчас, как никто другой, понимает крымчан. И даже после ряда введенных Евросоюзом запретов эта страна поддерживает крымских евреев. У нас есть определенные, так сказать, связи с бизнесменами, у нас есть определенные проекты, которые, я надеюсь, в ближайшее время состоятся. И сейчас находятся в зале здесь представители израильского бизнеса сегодня. Ну и я надеюсь, что это будет в дальнейшем развиваться. Для Крыма история про возглашение независимости Израиля и последующая история этого государства должна послужить большим примером. Сейчас полуостров находится в похожей ситуации и точно так же, как еврейский народ обложен санкциями со всех сторон. Однако, как показывает практика, все ограничения со стороны Запада не имеют никакого значения, если жители страны держатся вместе и точно так же противостоят всем недоброжелателям. Дарья Скобеева, Александр Чукалов. Время новостей. Знаменитый испанский танцовщик Себастьян Санчес прилетел в Крым для участия в фестивале «Фламенко». Зрители увидят 27 номеров, каждый из которых, по словам организаторов, уникален и неповторим. Кроме испанского танцора, в концерте примет участие выдающийся хореограф Светлана Савельева, а также другие мастера из Курска, Пензы, Краснодара, Севастополя и Москвы. Галоконцерт начнется 5 июня в 18.00 на летней площадке Никитского ботанического сада. Конечно, я понимал, что еду в одно из самых красивых мест на планете, но даже первое впечатление от увиденного в Крыму повергло меня в настоящий восторг. Тем более, что я поселился в уникальном природном оазисе – Никитском ботаническом саду. Площадка для проведения галоконцерта выбрана очень удачно. Летняя эстрада в саду великолепна. Каждый артист должен мечтать выступить на такой сцене. Первая в Крыму театрализованная постановка оперы. Артисты филармонии подготовили для зрителей летний подарок – произведение «Служанка госпожа». Это комическая и легкая по настроению опера в одном действии. На генеральные репетиции побывали наши журналисты. Место действия – Италия 18 века. Служанка Серпина пытается женить на себе хозяина – холостяка Уберта. Она разрабатывает коварный план и завоевывает его сердце. «Раз я служанка, то должно засерпиться, и на грубость не сердиться, не согласно». В постановке участвуют профессиональные оперные певцы. На сцене три актера. У одного из них – мимическая роль. Ушами зритель слышит. А на мои комические партии он реагирует. И слава Богу, что в зале есть улыбка, поэтому мы и называемся «Опера Буф». Мы этого не стесняемся. Я счастлив от того, что улыбается зритель. Оркестр на одной сцене с артистами, как еще одно действующее лицо. Для дирижера-постановщика это не первый опыт работы над оперой. Я постараюсь везде воплощать лучшие традиции театра, оперного театра, которые созданы и существуют сейчас. И постарался воплотить все лучшее, что накоплено, скажем так, оперными специалистами. «Довольно, не в это с вами мне постится, спешит он, но мне куда же прописто, не слышал». Служанка-госпожа – первая театрализованная постановка оперы в исполнении крымских музыкантов и артистов. Все детали, от декораций до костюмов, подготовили своими силами. «Такие спектакли камерный оркестр под руководством Дениса Карлова покажет и в наших крупных городах. И думаю, что это будет произведение, это опера Деницетти входить в репертуар многие-многие наши годы». Премьера состоится 9 июня на основной сцене Крымского академического русского драматического театра имени Горького. Екатерина Серегина, Виталий Голубев, Время новостей. Море есть, но его не видно. Глава Крыма Сергей Аксенов требует запретить любое строительство в стометровой прибрежной зоне. Больше двух лет с момента референдума до пляжа по-прежнему добраться тяжело. Кто и что построил и как с этим бороться? Почему на многих лакомых кусках набережной стоят сомнительные здания? Что делать с уже существующими капитальными строениями и как не допустить возведения новых? Об этом сегодня будут говорить эксперты и гости ток-шоу Марии Волконской «Все как есть». Начало в 20.00 не пропустите. И на этом все. Увидимся в следующем выпуске. Не переключайтесь. Узнавайте новости первыми вместе с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин